Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чём в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдёт о дне народного единства и шамане с ядерной кнопкой, о том, как Владимир Путин полюбил золотую орду и о кандидате в президенты Борисе Надеждине. 4 ноября Россия отметила День народного единства, праздник, смысл которого так и остаётся тайной для большинства россиян. То, что большого энтузиазма в народе этот праздник не вызывает, признают в том числе и патриоты, хотя объяснения этому они находят разные. Сергей Удальцов. Надо сказать откровенно, День народного единства так и не прижился, как праздник. Реального единства в стране, где власть живёт в роскоши, а народ держит в страхе и бедности, быть просто не может. Сергей Марков. Народ наш этот праздник не празднует. Это, как я уже говорил, праздник начальства. Начальство придумало, начальство само и празднует. Почему народ не празднует? Потому что народ не чувствует главный смысл 4 ноября. Это день счастливого, почти случайного спасения России. Ведь Россия была почти ликвидирована тогда. Власть взяли поляки. Элита им присягнула. Россия тогда должна была исчезнуть. Но вдруг чудесным образом спаслась. Какие-то Минин, Пожарский. Кто такой был этот Минин? Средний бизнесмен из Нижнего Новгорода. Но народ не празднует чудесное спасение России, потому что народ уверен в вечности России. Ведь она была почти всегда. По этой же причине мы верим, что мы победим сейчас, потому что наши предки всегда побеждали. И почти ничего не делаем, чтобы победить сейчас. Но это совсем не так. Россия могла исчезнуть тогда в 1612. И Россия может исчезнуть и в наши времена, если продолжится ее распад, начатый в 1991 году. И Россия может сейчас проиграть США. Нашу победу над НАТО на Украине сейчас совсем не гарантирует то, что наши предки победили Гитлера и Наполеона. Это они победили, а мы не побеждаем. Поэтому праздновать чудесное спасение России от исчезновения, честно говоря, самое время. Оно было тогда. Оно может пригодиться и сейчас. Главным событием дня стала трансляция выступления певца-шамана. Когда он исполнял свой главный хит «Я русский», ему поднесли чемодан с большой красной кнопкой, на которую он торжественно нажал. Организатор концертов шамана на всякий случай успокоил публику, отмечает журналист Келлил Шулика. Директор шамана Александр Качан про красную кнопку. Часть шоу «Красная кнопка». Это реквизит сценический, она не настоящая. Надо же, а мы подумали, что настоящая и ракеты уже полетели на Америку. Журналист Илья Шепелин написал по этому поводу, что шаман собрал полный набор злодейских атрибутов. Эту же мысль он развивает и в стриме с Андреем Захаровым на своем канале. Артист шаман выступал вчера и он собрал в своем наборе злодейских штук. То есть так он обычно зигует на концертах, как-то очень неиллюзорно, что называется. Он ходит в кожанке, значит, на которой повязка на рукаве, как у эсэсовца какого-то. Ну там российский флаг, конечно, дело. Это другое дело, а не свастика. Ну и вообще вот это мальчик-нацист из фильма «Кабаре» буквально. И вот ему добавилась новая вещь на сцене. Он нажимает кнопочку из ядерного чемоданчика. Но не бойтесь, это пока не кнопка ядерного взрыва, хотя и в чемоданчике похожем, как его себе представляют. Это салют. Так, шаман запускал. Более того, он на каждом концерте более-менее это использует в последнее время. Вот ходит с ядерным... с чемоданчиком. Но пока не... Хотя у Путина, как мы знаем, два чемоданчика, да? Один ядерный, другой заряженный. Другие комментаторы отмечают, что без этих атрибутов русскому человеку, видимо, уже никуда. Андрей Никулин. Как доказать, что ты русский? Конечно, нажать на красную кнопку. Новая эстетика и этика. Игорь Дмитриев. Предлагаю песне «Я русский» заменить совковый гимн, а красную кнопку разместить на гербе Российской Федерации. Искрещенные надувные сарматы, как более соответствующие моменту символы. Жест шокировал даже некоторых галячих патриотов. Сталина Гуревич. Вчерашний перформанс шамана абсолютно отвратителен. Это символизм пещерного уровня. Можно обладать прекрасными вокальными данными, писать очень патриотические тексты, но созданный образ убьет все впечатление. Юноша в дредах, счастливый и искренний вместе с залом поющий «Я русский» намного больше брал за сердце, чем скачущий по сцене отличник Гитлер Югенда, прикладывающий микрофон к разным, не предназначенным для этого частям тела, и долбящий по стилизованной ядерной кнопке. Искренность всегда чище и лучше работает, чем маразматический угар пропаганды. Но праздник, придуманный на втором сроке Путина как альтернатива 7 ноября, не мог обойтись без пропагандистского угара. От него с самого начала попахивала диктатурой, комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров. Дело даже не в том, что единство – это прямой синоним слова «фашизм». В русском исполнении единство – это апофеоз страха, холуйства и беззакония. Единство – это война и деградация. Единство – это изоляция, торжество подлости и испуганное молчание народа, уже усвоившего, что за неединство полагается от 8 до 25 лет строгого режима. Причем могу вам сказать, добиться единства – дело нехитрое. методики единства великолепно до мелочей, до нюансов, разработанные Гитлером, Сталином, Бакаса, Амином и другими мастерами этого заплечного жанра. Если все делать в соответствии с наследием этих учителей, то установление единства является не более сложной процедурой, чем описывание двух пальцев. Тем более в России. Этот праздник охотно отмечали русские националисты, напоминает публицист Василий Аренин. Едва только придумали в 2005 году День народного единства 4 ноября, как сразу покатил коричневой волной по Москве в тот же день и тот же год русский марш. Его участники отлично поняли, что за сигнал пошел сверху. С тех пор единство с военными песнями марширует 20 лет – через Грузию, Украину, Армению. И вот, наконец, оттерев испачканные руки о штаны, тщательно поискав людей в турбинах самолетах в Махачкале, прибыло единство в закатный 2023. Праздновать российское руководство умеет отлично. Пожалуй, этот навык у него дышит спину бесспортному лидеру – обогащению. Хотя имеет смысл принять во внимание, что ложь и лицемерие бегут где-то рядом. Но ведь согласитесь, если в стране есть единство, то зачем что-то праздновать? Оно должно быть совершенно естественным, как воздух. Если же выставляют праздник, значит дела с единством не в порядке. Оно у российского начальства особого рода. Как говорил герой известного фильма, умирать страшно в одиночку. С копом – пустяки. Даже пошутить можно. Вот и тащат весь народ под пошлые верховные шуточки. Черт знает куда. О событиях в Махачкале упоминает на своем канале и журналист Кирилл Набутов. Он считает, что слова «народное единство» теперь звучат как горькая ирония. Народное единство, например, двух братских народов – русских и украинцев. К сегодняшнему дню народного единства счет погибших в этой кровавой катастрофе, которая продолжается на территории Украины, идет на сотни тысяч человек, представителей братских народов. Вот такой сорт народного единства. Или другое народное единство наблюдается сейчас в Дагестане, где очень много исторически живет разных народов. Огромное количество, десятки наций и народностей. Не побывав там и не узнаешь, кто такие табасаранцы, кто такие лакцы, кто такие бежтинцы. Часто один народ – это одна деревня. И, кстати говоря, горские евреи, как теперь все вдруг узнали, живут в этих кавказских краях еще гораздо раньше, чем туда пришел ислам. И вот такое народное единство мы сейчас наблюдали в аэропорту Махачкалы, присажение культурного центра в Нальчике, еврейского культурного центра, при написании слов где-то на стене «смерть евреям» или «смерть ехудам». Все сейчас узнали, что это слово по-арабски означает «еврей». Такое вот тоже народное единство. Единство в России может существовать только на уровне пропаганды. Такого мнения придерживается в том числе оппозиционный политик Михаил Ходорковский. В путинской России народное единство заметно только на кладбище и в телевизоре. Когда вы уничтожаете все альтернативные голоса и десятилетиями накачиваете людей ненавистью к украинцам, американцам, геям, либералам, а теперь и к евреям, расчеловечиваете врага, то за все это приходится платить, потому что ненависть не работает только в одну сторону. И не исключено, что погром в Дагестане покажется цветочками на фоне грядущих потрясений. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Говорит радио «Свобода». Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Накануне Дня народного единства Владимир Путин встретился с членами общественной палаты и произнес перед ними речь. Конечно же, и в этом президентском выступлении не обошлось без экскурсов в то, что Путин считает историей России. На этот раз он коснулся темы монголо-татарского ига. Оказывается, оно было для россиян благом. Вспомним то, что происходило во времена, ну скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиции, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это самое главное, потому что если разрушается культура и традиции, история народа, то народ постепенно начинает исчезать, как этнос, растворяться, как снег поздней весной. Вот почему мы так почитаем Александра Невского, как святого? Именно за этот выбор он думал о том, чтобы сохранить русский народ. Ну, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. Это, конечно, новый взгляд на достижение Александра Невского. Иронизирует бывший депутат Госдумы, а ныне пенсионер Николай Травкин. Вот оказывается, об чем думал Александр Невский, едущий в Ставку Ханскую за ярлыком на княжение. А об сохранении культуры народа он думал. За это и клику святых причислен был. А не окунись я в историю, не загляни ему в голову, то и продолжал бы считать, что главные его заслуги – полководческие. Победа над шведами в 1240-м и Ливонском ордене на Чудском озере в 1242-м годах. Да и многие члены общественной палаты так считали, пока Владимир Владимирович глаза им на историческую правду не отворил. Думается, выйдут теперь с инициативой в церковь о предании анафеме императора Петра I за окно в Европу. И церковь им, пожалуй, не откажет. Политолог Федор Крашенинников в стриме на своем канале пытается понять, что именно Путин имеет в виду, когда говорит, что под влиянием Запада можно лишиться своего языка и культуры. Не всем же так повезло, что они попали под власть Орды. Некоторым слоянам, по версии Путина, не повезло. Они попали под власть Запада. Ну кто это? Это поляки, да, наверное. Поляки, католики, они, значит, не повезло им, как считает Путин, быть православным. Они оказались вот католиками. Внимание, вопрос. Утратили ли поляки свой язык и культуру? Да нет, нет. Любой может убедиться, что в Польше все говорят по-польски. Польский язык существует, польская культура существует, никаких проблем. Никакой Запад в Польше не навязал говорить на немецком или французском, или латинском. И, в общем, пожалуйста, все. Пишут они латиницу? Ну, пишут латиницу. Почему не писать латиницу? Вполне себе нормальный, так сказать, вариант. То есть они молились веками по латинских костюмах? Ну, молились и молились. Как выясняется, это совершенно не помешало им сохранить польский язык. Давайте посмотрим, какие еще славянские народы попали под власть ужасного Запада. Ну кто? Чехи, да? Чехи что? Потеряли свой язык и культуру? Ну, у них были, конечно, там проблемы после гусицкого восстания. Но в целом можно сказать, что и чехи на месте, и чехи, и чешский язык, и чешская культура. Были еще, кто еще? Ну, Словаки рядом с чехами тоже оказались под влиянием Запада. Много лет у них не было государственности, ими руководили венгры. Но, тем не менее, и они тоже сохранили и словацкий язык, и словацкую культуру. Есть такой небольшой народ, славянцы, он живет вообще вот там, ближе уже к Австрии, на Балканах. Тоже католики. Но они и сохранили свой язык, и свою культуру. Поэтому вообще вот эта идея, что на Западе все утратили свои языки и культуру, она довольно странная. Достаточно посмотреть даже на современную Европу, чтобы обнаружить, что страны Запада прекрасно сохранили и до сих пор сохраняют разные языки и разные культуры. Откуда же у Путина эта странная идея, что вот, значит, только вхождение в Орду помогло будущей России как-то себя, значит, сохранить? Очень странная концепция, ни на чем не строится. Многие у этой идеи растут из-за виральных постов в Телеграме, считает неутоймимый исследователь творчества Z-авторов журналист Иван Филиппов. Не комментируя это безумие с точки зрения исторической науки, хочется заметить следующее. Я все никак не мог понять, что же мне это высказывание напоминает, и, наконец, вспомнил. Дословно то же самое в марте этого года писал Z-автор Ольшанский у себя в канале «Комиссар исчезает». Это был момент, когда Z-каналы безуспешно пытались разогнать идею «лучше служить Китаю, чем проиграть Западу». Не то чтобы я обвиняю спичрайтеров Путина в том, что они у Мити Ольшанского текст исписывают, но, очевидно, мудрость эту они черпают из одного колодца. Да и в исполнении главы государства звучит она куда более нелепо и постыдно, чем в исполнении автора третьестепенного Z-канала. С точки зрения исторической науки комментирует слова Путина блогер-историк Александр Штефанов. На всякий случай, под нашествием Запада Путин имеет в виду локальные стычки новгородского княжества с шведами и крестоносцами. Крестоносцы, кстати, не сожгли ни одного крупного русского города. В Пскове была значительная противтонская фракция, которая была за подчинение города крестоносцам. И на агенты, не иначе. В то же время Невский привел на земли Руси Неврюеву Радь, которая помогла Александру свергнуть собственного брата, а заодно разорила несколько городов. Затем Невский утопил в крови восстание новгородцев против ордынской власти. Все это, оказывается, ради спасения русского народа. От кого? От чего? Непонятно. Понятно, что Невский действовал в своих феодальных интересах и просто выбрал ближайшего и сильнейшего игрока в качестве сюзерена. Крестоносцы никакой серьезной угрозы Новгороду не представляли, но и особой помощи против орды, в случае, если бы Невский принял католицизм, оказать не смогли бы. История «Дешевая девка» Владимира Путина. Путин ссылается на историю только для того, чтобы обозначить текущий курс своей политики, комментирует журналист Игорь Яковенко. На канале Политека. Впервые так откровенно Путин, что называется, поддержал вот этот вот азиатский, такой ордынский выбор России и прямо указал свою преемственность. На самом деле, действительно, такое вот очень яркое заявление. Само содержание этого заявления, оно было известно давно, что действительно есть определенная линия, такая преемственности. Александр Невский, Иван Грозный, Сталин, Путин, вот такой пунктир. Он весьма-весьма четко прочерчивается в российской истории. Потому что были и другие варианты, там всякие. Новгородская, Великий Новгород, реформы Александра II, перестройка Горбачева. Да и 90-е годы, это все-таки несколько другая история России. Но, тем не менее, Путин четко придерживается вот этого пунктира от Александра Невского, Грозного, Сталина и к себе. И это, в общем, такое вот важное заявление. Оно очень откровенное, ясное. И я думаю, что действительно Путин пытается, так сказать, делать то. И сейчас он признал откровенно, что вот в качестве Китая он видит в качестве вот такой вот новой орды. Каковы бы ни были достижения Александра Невского, Владимир Путин вряд ли сможет их повторить, иронизирует блогер Анатолий Несмеян. Вообще попытки отождествления себя с какими-то персонажами, в особенности которых наделяют особыми свойствами, это очень нехороший признак. Почему люди так любят ходить в кино на разные героические фильмы, где мышцастый герой налево-направо крушит врагов, попутно целует длинноногих блондинок, не пропуская брюнеток и рыжих? Да потому что затюканный офисный клерк тоже хочет быть героем. Вот он на эти полтора часа и отождествляет себя с экранным образом, грызя попкорн. Также и наш главком скромно сравнивает себя с Александром Невским, не имея своих достижений. Одни провалы. Но если сказать, что я тоже тут кручусь, спасаю. Вот вроде бы и есть готовое объяснение всем провалам. Кругом враги, я тут без устали вас всех берегу. Вот и вся историческая подоплека той ахинеи, которую он несет. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Владимир Путин еще не объявил официально о своем намерении выдвигаться на президентские выборы, хотя ожидалось, что это произойдет 4 ноября. Зато это сделал оппозиционный кандидат Борис Надеждин. Надеждин опубликовал манифест, в котором говорится, что Путин тащит Россию в прошлое, уничтожает суды и парламент, и совершил фатальную ошибку, начав войну с Украиной. Но в оппозиционность Надеждина мало кто верит. Если бы он был настоящим оппозиционером, этот манифест не прошел бы ему даром, считает Александр Невзоров. Средняя продолжительность жизни авторов таких заявлений – 10 минут с момента опубликования. Далее – обыск, арест, ШИЗО и подведение электротока к гениталиям. За меньшие по дерзости прокламации уже сидят сотни человек. Тут Кремль коряво изготовил своего оппозиционера и собирается пропихивать эту бутафорию под видом путинского конкурента на выборах. Признанные деятели оппозиции о Надежде не ничего не говорили, отмечает редактор «Дождя» Тихон Дзятко. В списке возможных единых кандидатов от оппозиции, которые предложил Алексей Навальный, Надеждина не было. Будущий кандидат активно раздает интервью оппозиционным YouTube-каналам. В шоу Александра Плющева Борис Надеждин объяснил причины своего решения так. Я реально вынужден, не знаю, решился, да, вот, попытаться спасти страну. Вот, вот, реально. Да, и больше пока никто не попытался, что удивительно. Чем я при всем уважении к Григорию Явлинскому, кстати, я за него голосовал в 2018 году, вот, а жена моя за Собчак голосовала. Вот, при всем уважении, чем отличается их кампания 2018 года от моей, которая вот сейчас началась в 2023-2024 году. Никто не критиковал Путина тогда. Никто не говорил, что Путин совершает фатальные ошибки, что Путин ведет страну к катастрофе. Это не вполне правда. В 2018 году Григорий Явлинский довольно решительно критиковал Путина прямо в эфире у Владимира Соловьева. Вы слышали это от других кандидатов? От всех. Это интересно, скажете. Менять власть? Менять Путина. Говорят все. Менять Путина. Я говорю, менять Путина. Нет, они говорят, менять власть. А я говорю, Путина надо сменить. Путина. Потому что власть – это Путин. И больше никто. Многие оппозиционные комментаторы уверены, что причины поступка Надеждина объясняются вовсе не желанием спасти Россию от Путина. Николай Подосокорский. Либеральный, согласованный кандидат в президенты РФ Борис Надеждин пишет. Многие спрашивают, зачем вы выдвигаетесь в президенты? На что рассчитываете? Что предлагаете? Вы не боитесь? Попробую ответить за него. Уважаемые люди попросили. Рассчитываю на их благодарность. Предлагаю сделать вид, что это как бы выборы. Боюсь, а какие у меня варианты? Сергей Пархоменко. Что-то же заставляет немолодого, усталого человека окунаться с головой в эту жижу. Вряд ли же его мучили, пытали, заставляли. И еще менее вероятно, что пообещали осыпать золотым дождем. Но зачем-то он это делает? Зачем-то же он пошел к начальству, пробился на прием, долго объяснял, что не повредит, не помешает, просил разрешения. Вот для чего? Что его сверлит? Что искушает? Я думаю, тут все очень-очень просто. Проще не бывает. Это от жгучего тщеславия. Хочется, чтоб упоминали, чтоб обсуждали, чтоб не забывали. Он и в поганый их телевизор за этим же таскался годами. Неутолимое это желание ловить на себе взгляд прохожего на улице. О, смотрит, смотрит, пялится, узнал меня, узнал. Много на свете от пустого тщеславия творится лжи и в конечном итоге вреда. Александр Плющев и его соведущие Нино Расебашвили пытались спрашивать Бориса Надеждина о том, отдаст ли он Украине Крым. Но он в ответ только злился. Вот вы меня разозлили, все-таки, конечно, сильно разозлили, потому что хорошо там сидеть и спрашивать меня, чей Крым и там и так далее. Вы из тут, в России, скажите что-нибудь другое. Антивоенный кандидат в президенты в нынешней России невозможен, пишут политологи. Константин Калачев. Присутствие в списке кандидатов-пацифиста создает ненужный системе риск превращения выборов из референдума в поддержку Путина и его политики в референдум об отношении к СВО. Иван Преображенский. Я пытался придумать категорию граждан России, которые против войны и которым ничего бы на родине не угрожало. Не придумал. Да и Надеждин знает, что и ее нет. С веселой хмылкой он же сам в интервью говорит, что многих за его манифест посадили бы уже, а ему хоть бы хны. Потому очевидно, что молодец. Даже если бы в России появился настоящий кандидат от оппозиции, возможно, он не получил бы такой однозначной поддержки в нынешнем российском обществе, говорит Виктор Шендерович на канале Беллсад. К сожалению, сегодняшняя путинская Россия уже сегодняшняя. И сегодняшняя Россия находится в иной фазе. В иной фазе. Я смотрю на это довольно пессимистически. Еще раз. Если бы даже предположить, что на выборы власть допустила бы человека, который способен консолидировать всех, вот представляю себе фигуру Ройзмана или фигуру Муратова, я вижу только две этих фигуры. Но власть их-то, конечно, не допустит ни в коем случае. Понятно. Именно понимая, что это принципиальные фигуры, которые могут вокруг себя собрать миллионы людей. А Надеждин вокруг себя соберет, так сказать, ну просто жалкие слезы. И это будет очередная дискредитация. Да? Как в случае с Собчак. Для этого, ну просто Собчак заплатили. И мы знаем, какие мотивы у Надеждина, я не знаю, но тоже надеюсь, что он хотя бы заработает на этом. Но не очки, деньги. Борис Надеждин не представляет для Путина никакой угрозы, уверен публицист Игорь Эйдман. Шоу «Живые мертвецы-2024». Первый объявленный кандидат в президенты Борис Надеждин от гражданской инициативы заявил. «Я для режима не опасен. Я старый, больной человек». Борису Борисовичу очень хочется, чтобы его зарегистрировали, поэтому он сразу пытается продемонстрировать, что соответствует требованиям администрации президента к кандидатам на выборах в 2024 году. Эти требования просты и безвариантны. Кандидат должен быть, первое, безопасным для режима, второе, больным, третье, старым. То есть таким, чтобы на его фоне Путин смотрелся не жалким стариком, а бодрячком-здоровичком. Следующим под руки на сцену выведут старика Зюганова. Дальше Явлинского, может быть, Миронова. А почему бы не вспомнить, например, про, кажется, живого еще Николая Рыжкова? Вот идеальный спарринг-партнер, по сравнению с ним Путин может выглядеть юным комсомольцем. Видимо, сотрудники администрации президента будут вывозить кандидатов в президенты на креслах-каталках по очереди на сцену, а потом сбрасывать без чувств в полный избирателями зрительный зал. В конце представления останется один Путин, хорошо сохранившийся, свежий и крепкий, прямо из холодильника. С вами была Аля Пономарева и цитаты свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!